Всем привет, друзья! Вы смотрите канал Небо не предел. В этом видеоролике мы с вами поговорим про вивлеты. Напоминаю, что в предыдущих видео мы с вами уже научились обрабатывать Луну, получать снимки, дальше обрабатывать их в программе PIP, обрезать и центрировать, дальше мы научились обрабатывать этот же, ну, допустим, видеоролик или серию фотографий в программе AutoStackered, то есть при помощи этого приложения мы научились складывать фотографии в один единый кадр. Ну и вот эта вот фотография была получена путем сложения 50 фотографий Луны. Как вы видите, она такая слегка замыленная, хотелось бы вот ее сделать порезче. Вот, собственно, об этом и пойдет речь в этом видео. Собственно, запускаем AstroImage. AstroImage это вообще платное приложение, но у нее есть бесплатная версия. Может быть, их несколько, я знаю только одну, это 3.0 SI. Ссылочку на скачивание именно вот этой бесплатной версии вы, конечно же, сможете найти в описании. К слову, найти ее просто так не очень-то просто, но я решил вам помочь, облегчить эту задачу. Собственно, открываем нашу фотографию, вот она. Дальше нажимаем процесс и вейвлеты. Что мы видим? Мы видим, что сейчас откроется окошко, вот такое окошко. Это, опять же-таки, для тех, кто смотрел предыдущие видео, те немножко уже начинают понимать, те, кто не смотрел. Здесь есть 5 ползунков. Каждый ползунок отвечает, ну, будем так условно говорить, за проявку деталей определенного размера. То есть, самый первый ползунок отвечает за проявку самых маленьких деталей. И последний ползунок за проявку самых больших деталей. Ну, собственно, тут все подписано. Можно особо-то и не рассусоливать по этому поводу. Что я обычно делаю? Во-первых, я, как правило, не трогаю первый ползунок и не трогаю последний ползунок. Почему? Потому что первый ползунок, он, как правило, вытягивает очень много шумов. То есть, да, он проявляет достаточно много деталей, но и, как бы, довольно много шумов тянет. А большой ползунок тоже я, как правило, не трогаю, потому что он излишне шарпит большие детали. Соответственно, я обычно использую средний ползунок и ползунок вот этот вот второй. Для меня, для моих фотографий, для моего там телескопа, соотношения там качества шума и прочее, для меня эти два ползунка оптимальны. То есть, я в основном работаю именно с ними. Собственно, в чем заключается процесс? В том, что мы должны двигать эти ползунки и смотреть, как меняется наше изображение. Никакого конкретного алгоритма здесь нету. То есть, нет такого, что там, если у вас луна, то, значит, нужно этот повернуть на 10, а этот тут на 15 больше. Нет, никакого алгоритма нету. Просто двигаете ползунки, смотрите, как что получается. То есть, например, вот так, ага, ну, сразу видно, да, что неестественно, например. Или, например, вот так. Ну, тоже видно, что неестественно. А вот, например, если поднять вот средний ползунок, чуть-чуть подвинуть, видно, что изображение стало лучше, но оно в то же время еще до сих пор естественное. То есть, как бы, если бы уже сделал вот так, уже видно вот эти вот белые цвета, которые здесь полезли, они уже здесь совсем ни к чему. Для удобства здесь, ну, понятно, есть кнопка ресет, которая все это сбрасывает, и очень удобная галочка превью. Лично для меня она очень удобна, потому что, когда я здесь, допустим, накрутил, накрутил, я не совсем уже помню, какое было исходное. Очень удобно нажать эту галочку превью и посмотреть, что я вообще здесь понакрутил. Собственно, что ж, это видео подошло к концу. Надеюсь, что вам оно понравилось. Если понравилось, тогда ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Также вступайте в группу ВКонтакте. Ну, а на этом у меня все. Наблюдайте за звездами, обрабатывайте Луну, устанавливайте себе программу AstroImage. И помните, небо не предел. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok